МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Фуджере, вы знаете, не ощущается такой жары, как в Дубае. Море волнуется раз. Ребята, это просто кайф. Сегодня мое видео будет об одном очень интересном месте. Всем привет, дорогие мои подписчики. Давно мы не выбирались никуда с мужем. Куда поехать летом в Эмиратах? Да только в отель с собственным пляжем и лучше в Восточный Эмират Фуджера, где температура воздуха летом на 10 градусов ниже, чем во всех остальных Эмиратах. Вода в Оманском заливе прохладнее, и черепашки подплывают прямо к берегу. Эмират Фуджера расположен на востоке страны. Это единственный в стране Эмират, не имеющий выхода к Персидскому заливу. Он протянулся на 90 километров вдоль побережья Индийского океана. Даже вода здесь более мягкая, темно-синего цвета и абсолютно прозрачная. Здесь чаще, чем в Персидском заливе, бывают волны. Фуджера привлекательна для дайверов, любителей пляжного отдыха, прекрасной природы, высоких гор и чистого моря. Это лучшее место для любителей природы, а также для тех, кто желает уединиться и побыть в тишине. Коралловые рифы манят туристов, которые увлекаются дайвингом. В Эмират Фуджера можно доехать по нескольким шикарным асфальтированным трассам. Все дороги проходят через горы Хаджар, поэтому и климат на Фуджере мягче, и дожди бывают чаще. Мы поехали на Фуджеру через город Карфакан, который принадлежит Эмирату Шаржа. Благодаря правителю Шаржи, шейху султану бен Мохаммеду Аль-Касими, этот город очень преобразился за последнее время. К городу ведут роскошные тоннели. По дороге появилось много фонтанов. Роскошный водопад, который падает прямо с горы, амфитеатр, как у древних римлян, и смотровая площадка, откуда можно увидеть облака. Но о ней я расскажу позже. Я уже отдыхала в Эмирате Фуджера в отелях Лемеридия Наляка, Мирамар, Радисенблу, Ройл Бич, Санди Бич, и поэтому в этот раз мы решили остановиться в отеле Фермонт Фуджера. Ну вот, дорогие мои, мы приехали в отель Фермонт. Вот так вот он выглядит снаружи, и здесь написано «Лав», «Лав фор Фермонт». Ну, посмотрим, как будет и что будет внутри. Если нам понравится, то да, конечно, у нас останется любовь к этому отелю навсегда. Коллекция отелей Фермонт включает самые знаменитые адреса от Савой в центре Лондона до Фермонт Пис в Шанхае и Клок Роял Тауэр Фермонт Хотел в Мекке. И в отелях в самом сердце столиц, и на курортах на берегу океана, на Мальдивах бренд Фермонт дарит туристам незабываемые впечатления. Большинство знаменитостей, представителей королевских семей, политиков и художников останавливались и продолжают предпочитать отели Фермонт. Королева Елизавета II останавливалась в Фермонте каждую декаду своего правления. Устав Организации Объединенных Наций был составлен и подписан представителями 50 стран в зале в отеле Фермонт Сан-Франциско. Фермонт Ле Шато – это место, где проводились секретные встречи Черчилля и Рузвельта. Джон Леннон и Йока Оно прославили люкс 1742 в Фермонт Де Квинн Элизабет, проведя здесь недельный протест в постели за мир. Ой, ребят, смотрите, какая красотища! Мы пришли в номер. Номер такой достаточно большой. Такая вот огромная кровать, все в арабском стиле. Моя сумочка тут стоит. Красота! Сейчас я вам покажу, как выглядит ванная. То есть отель достаточно новый, все красиво, чудесно. Да, вот она в ванной, халатики висят, там же душевая кабинка. Красота! Я просто в восторге. Ну и, конечно, все номера здесь с балконами. Балкон я вам тоже покажу, а вид у нас просто чудесный с балкона открывается. Так, здесь у нас что? Здесь у нас кофемашина. Здесь у нас водичка. Чай, кофе, чайничек. Кайничек. Здесь у нас шкаф. Да, вот здесь вот сейф стоит. Такой вот мешочек для ландри, если вдруг что-то нужно постирать. Красиво, красиво. Реально очень красиво. Да, ванная просто роскошная. Не, ребят, я в восторге. Мне отель очень нравится. Ну, посмотрим, какой еще здесь сервис, конечно. Ну, так здесь просто роскошно. Красота, красота. Что-то я, кстати, говорю, до сих пор маски. Сейчас маску сниму. У меня хоть в зеркале увидите. Мне нравится. Чудесный номер. Да, и вот такой вот здесь, ребят, балкон роскошный. Вот сейчас я выхожу на балкон. Посмотрите, какая у нас отсюда открывается панорама. Панорама у нас открывается на лагуну, где стоят яхты. Просто красотища. Вот он, Индийский океан бескрайний. И вот такая вот у нас здесь красота. Кстати говоря, этот вид называется вид на лагуну. То есть он как бы называется partial sea view. То есть частичный вид на море. Но нам, в принципе, такого вида на море вполне достаточно. Номер у нас 801 на восьмом этаже. Красота просто. Когда я отдыхаю в отелях на Фуджере, то я просто люблю вечером и утром сидеть на балконе и дышать свежим морским воздухом. А также слушать шум волн. Не знаю, но меня это очень успокаивает. Ребята, это просто кайф. Посмотрите, какой номер. Я вот не знаю. Мне нравится вид, мне нравится номер. А муж у меня сразу ускакал в ресторан. То есть первым делом нужно поесть. Он уже проголодался. То есть я еще особо есть, пока даже не хочу. А он уже в ресторане. Потому что только до 3.30 шведский стол. Так что он уже на шведском столе. А я тут немножко повалялась на кровати. Сейчас пойду его догонять. Здесь просто роскошно, ребят. Я не знаю, мне безумно нравится этот номер. Мне нравится кровать. Мне нравится то, что здесь все в арабском стиле. Мне нравится роскошная терраса, которая здесь есть. Я вам уже ее показывала. Но сейчас еще раз вам ее покажу. Вот она какая роскошная терраса. Сейчас вид вам покажу отсюда. Ну просто красота. Просто красота. Вот. Вот поэтому я пошла догонять мужа в ресторане. И желаю нам, конечно, хорошего отдыха в Эмирате Фуджейра. Температура здесь всего лишь плюс 36 градусов, а в Дубае плюс 46. Поэтому я надеюсь, что вода здесь прохладнее. В общем, вот. Это левел один в этом отеле. Ресторанчик называется Канва. То есть здесь у нас будет завтра с утра завтрак шведский стол. Потому что номер мы просто взяли с завтраком. А сейчас здесь проходит обед. Тоже шведский стол. И цена всего 99 дархамов. То есть примерно 27 долларов с человека. Вот такая вот здесь красота. Смотрите. Тоже все в арабском стиле. Верблюды, арабские фонарики. Вот такой вот роскошный светлый ресторан. Покажу шведский стол. Начну с пироженок. Вот здесь вот пироженки разные, вкусненькие. Вот здесь вот фрукты. Самое главное, арбузы сочные, спелые. Ну, фруктов не так много, я бы сказала. Так, здесь вот есть для детей еда. И вот он, сам шведский стол. Смотрите, какая красота. Салатики. Идем дальше. Сейчас посмотрим с вами, что здесь еще есть. Суп есть, конечно. Ну, я не могу сказать, что шведский стол такой, как в Дубае. Но, тем не менее, вот видите, курица острая с соусом из чеснока. Так, а здесь у нас овощи. А здесь у нас спагетти в томатном соусе. А здесь у нас мясо. Вот, все очень вкусно и красиво. Ну, и здесь вот еще шашлык из курицы остался чуть-чуть. Смотрим дальше, ребят. Картошка жареная. Курица. Ну, шведский стол уже заканчивается, потому здесь мало что осталось, честно могу сказать. Мы как-то немножко поздновато пришли. Рис. И вот такой вот интересный горох. Сидим в ресторане. Я решила не есть шведский стол, чтобы много не съесть. Но, в принципе, мне принесли вот мой сэндвич с тонной. Но здесь тоже много придется есть. Буду стараться. А вот так, ребятки, здесь выглядит бассейн. Красота невероятная. Кстати, здесь есть два бассейна. То есть, есть бассейн только для взрослых. И есть бассейн для семей с детьми. И рядом с бассейном находится вот такой вот пул-бар, который тоже называется канва. Так, ну, вот тут вот находится пляж. Вот я как раз сверху сейчас смотрю. Ну, а что мне не нравится здесь пляжа, что он, видите, немного закрытый все-таки здесь в Вермонте. Но, в принципе, тоже неплохо. Есть детская площадка. Вот такой вот надувной парк детский. И вот здесь вот пристань для яхты. Красиво. А вот само здание отеля Фермонт, в котором мы и живем на восьмом этаже. А вечером мы поехали в Харфакан, потому что муж решил мне показать самое романтичное место в этом городе. Харфакан – одно из самых популярных туристических мест в Объединенных Арабских Эмиратах. За последние несколько лет шейх-султан бен Мохаммед Аль-Касими, правитель Шаржи, провел грандиозную реконструкцию этого города, который находится на побережье Индийского океана. Я просто не узнаю знакомые места. Года два я точно не была здесь. И все изменилось. Строятся новые дороги, старые трассы расширяются, правительство Шаржи строит новые достопримечательности и развивает туризм. Самое романтичное место в городе Карфакан находится в горах на высоте 600 метров над уровнем моря. На самом верху расположена смотровая площадка, огромная парковка и панорамный дом с рестораном и кафе. Называется это место Аль-Сухуб Рест Хаус. Именно это место я сейчас и хочу вам показать. Всем приветик, мои дорогие! Сегодня мое видео будет об одном очень интересном месте, которое находится в городке Карфакан. Город Карфакан принадлежит Эмирату Шаржа. И вот именно здесь шейх-султан бен Мохаммед Аль-Касими построил Клауд-Ланч. Эстерахет Ас-Сахаб, так это называется по-арабски. Я надеюсь, что я выговорила правильно. То есть то место, где вы можете увидеть облака. Находится это место в горах на высоте 600 метров над уровнем моря. И вот здесь находится такой очень интересный ресторанчик за моей спиной. Но я вам сначала покажу панораму, которая открывается отсюда. А потом уже покажу, что мы будем пробовать в этом ресторане. Ну, во-первых, смотрите, здесь везде цветы. То есть, видите, вот такая вот здесь красота. И посмотрите, отсюда вы можете увидеть Эмират Фуджейра. Но, к сожалению, сегодня, конечно, очень большая влажность до 57%. И поэтому все как бы немножко в дымке. Я думаю, что зимой отсюда открывается просто роскошная панорама. Вот такая вот красота. И отсюда можно смотреть прямо на Индийский океан. И вот так вот выглядит ресторанчик. Панорамный ресторан, который находится тоже здесь, на этой площадке. И смотрите, рядом здесь даже есть детская площадка. Смотрите, какая красота. Родители наслаждаются едой и кофе, а дети наслаждаются аттракционами. Ребят, просто красота. Я представляю, какая здесь панорама открывается зимой, когда нет облаков, когда все видно. То есть сейчас все-таки влажность. Но зимой, я думаю, что здесь реально очень прикольно. Смотрите, ребят, ресторан называется Фен. Что, в переводе с арабского? Обозначает искусство. И вот такая вот здесь красота. В этом ресторане просто невероятная. То есть есть закрытое помещение с кондиционерами, есть открытая терраса. Смотрите, как здорово. Дизайн здания Альсуху Престхаус напоминает летающую тарелку. Круглая структура уникальна. Ее диаметр составляет 30 метров. Облачный лаунч на вершине горы – это идеальная точка обзора, откуда можно наслаждаться живописными видами. Смотрите, кофе здесь подается в обычных вот таких вот стаканчиках. А вода здесь очень интересная. Смотрите, такие какие-то пузатые бутылочки. Да, и написано, мы счастливы будем увидеть вас снова. А сэндвич с Туной мы решили забрать с собой в отель. То есть сначала думала, что я его съем, а потом поняла, что, наверное, нет. Наверное, все-таки мне больше хочется пирожного. И вот здесь вот открытая терраса этого ресторана, откуда можно увидеть просто невероятную панораму. То есть вот сейчас я подхожу сюда, стою на край и смотрю прямо на Эмират Фуджейра. Ну а можно спуститься на смотровую площадку. Кстати, если вы что-то берете в ресторане, допустим, кофе, сэндвичи, какую-то еду, то потом, когда вы спускаетесь, вы на выезде предъявляете чек и ничего не платите. Если вы просто поднимаетесь на смотровую площадку, то на выезде вы должны заплатить 20 дархамов, что примерно 7 долларов. Просто за то, чтобы побывать вот здесь, на смотровой площадке, рядом с облаками. Вот здесь вот контрольно-пропускной пункт. Нужно предъявить чек, и тогда вас пропустят. Ну что, всем доброе-доброе утро, дорогие мои. А время сейчас 5.30 утра. Время рассвета. Вот такая вот красота здесь на Фуджейре. Плюс 30 градусов, облака. Сегодня обещали дождь, но это не точно. И влажность 71%. И вот он, шикарный Индийский океан, в котором прохладная вода даже летом в Арабских Эмиратах. А самое главное, вы знаете, на океане всегда волны. Вот такой вот чудесный вид у нас открывается с утра с балкона. В отеле Фермонт во всех номерах есть балконы. И вот так здесь красиво с утра. Ребятки, всем доброе-доброе утро. Доброе утро в Эмирате Фуджейра, в городке Диба. Вот такая вот пасмурная погода с утра. Дует ветер. На улице уже плюс 30 градусов. Но на Фуджейре, вы знаете, не ощущается такой жары, как в Дубае. Потому что в Дубае плюс 46, а на Фуджейре вчера днем было всего лишь плюс 36. Вот такая вот здесь красота. Я вышла в 6 часов утра, пока еще никого нет. Потому что я хочу вам показать весь этот отель, что здесь находится. Поэтому смотрите дальше. Думаю, что вам будет интересно. Значит, солнцезащитные очки я забыла вчера в машине. Но мне с утра не хочется совершенно идти на парковку. Поэтому уже сегодня буду гулять без солнечных очков. Ну вот, смотрите. Вот так вот выглядит бассейн для взрослых в этом отеле. Очень хорошо, что он здесь есть. То есть здесь тишина и покой. Детей сюда не пускают. Для семей с детьми есть отдельный бассейн. Я вам его чуть позже покажу. И здесь же находится бар Канва, где есть спиртные напитки, сэндвичи, бургеры. Ну, то есть легкие закуски. Ну, а сейчас уже давайте пойдем смотреть на шикарный Индийский океан. Лежаков здесь много. Так что, в принципе, место есть для всех. Кстати, меня вчера очень удивило, что в море купается очень мало людей. То есть все в основном в бассейне. И вот он океан. Я не знаю, я всегда релаксирую, когда я бываю в эмирате Фуджера, потому что я люблю сидеть на балконе и слушать шум волку. То есть меня это очень успокаивает. Кстати, пляж здесь находится не близко. А сначала нужно спуститься с вашего этажа на этаж L1, где находится ресторан Канва, где проходит шведский ствол. Вот. А потом можно по лестнице вот здесь. А можно на стеклянном лифте спуститься на этаж L3. Я сейчас иду в лифт. Вот. Сейчас я спустилась на этаж L3. Посмотрите, сколько здесь зеленых деревьев. Вот такая вот здесь красота. Здесь есть сувенирная лавочка. Но, честно говоря, я в нее даже еще и не заходила. То есть вижу, что там тарелочки продаются с видами Дубая. Футболочки продаются. Сувениры и так далее, и так далее. Но сейчас, понятное дело, еще раннее утро. Она пока закрыта. Называется магазинчик Golden City. Но, в принципе, я предполагаю, что все нужные сувениры здесь есть. Как я люблю смотреть на облака. Мы их в Дубае и Вабудаве практически не видим. Вот смотрите, вот здесь на этаже L3 находится ресторан. Он работает только по вечерам. Называется он The Cooper Lobster, если я правильно прочитала. Потому что здесь так написано, что и не поймешь даже, какое точно название. И здесь подают морепродукты. Он работает с 6.30 вечера. По-моему, до 11 часов вечера. Находится на этаже L3. Здесь пристань для яхт. И есть вот такой вот мостик, по которому можно прогуляться, посмотреть на Индийский океан. И сейчас я уже вышла к пляжу. Ну и, конечно, как в любом хорошем отеле в Эмирате Фуджера, здесь есть центр подводного плавания. Потому что, конечно, здесь давинг гораздо интереснее, чем в Дубае. Все-таки это Индийский океан. Здесь находится еще один ресторан, который называется Lava. То есть, в принципе, ресторанов много. Есть и шведский стол. Можно заказать и по меню еду. Так что я думаю, что вы сможете выбрать то, что понравится именно вам. А вот здесь находится огромный бассейн для семей с детьми. Вот так вот он выглядит. Бассейн действительно огромный, лежаков очень много. Так что место найдется для всех туристов, которые отдыхают в этом отеле. Ребят, смотрите, какая здесь красота. А муж у меня все еще спит. То есть, я его позвала, конечно, с собой на пляж. Но что он сказал, что он хочет просто-напросто отдохнуть. Я понимаю, что ему хочется отдохнуть. Но поспать можно было и дома. А здесь вообще спать не могу, потому что здесь столько всего интересного, что спать абсолютно не хочется. На море пока висит красный флаг, но я надеюсь, что сейчас подойдет лайфгард. И, возможно, мне удастся искупаться. Но это пока не точно. А вот эта вот тенистая аллея ведет прямо на пляж, куда я сейчас и иду. И несмотря на то, что я забыла солнечные очки в машине, сегодня пасмурно. Поэтому солнце мне особо не мешает. Вот так вот выглядит пляж в отеле Фермент. То есть, пляж небольшой. Еще мне не нравится, что здесь стоит вот такая вот коса из камней, которая как бы пляж закрывает. Но с другой стороны, возможно, она закрывает как раз-таки пляж этого отеля от сильных вол. Ну, что вам сказать, ребят? Сегодня очень сильный муссонный ветер. Обещает дождь. Вот такие вот огромные волны. На пляже висит красный флаг вот сзади меня. И купаться никому не разрешает. То есть, можно просто погулять по берегу. Вот здесь вот и все. Но, к сожалению, залезать в воду нельзя. И так будет два дня. Вот такое тоже случается. В Сирии, это индийский океан. Поэтому волны здесь очень сильные. Но вы знаете, на удивление, я помню, когда мы с мамой были на Шри-Ланке, на океане, там тоже были огромные волны. Но как бы вообще никому было неинтересно, плаваете вы или нет. Вы знаете, в Хикадуе, в Шри-Ланке, там вообще волны очень огромные. Это любимое место сирпингистов. Ну, а у нас, в принципе, в Арабских Эмиратах боятся сутуристов и плавать не разрешают. Хотя, на мой взгляд, волны не такие уж и большие. Но, конечно, спасатели лучше знать. То есть, он сказал, что, возможно, после 10 волны будет меньше. Но сейчас они вот такие вот огромные. А вот здесь, ребятки, находится спа этого отеля, который называется Wellbeing. Открывается оно в 10 часов утра. Вот так вот здесь все стильно, красиво. Так, ребятки, ну давайте быстренько пробежимся по завтраку. То есть, я когда читала отзывы об отеле Фермонт, то видела такие отзывы, что однообразное питание на завтраке. Честно могу сказать, что здесь столько всего, что оно однообразным быть не может, потому что за один день невозможно все попробовать за один завтрак. Ну, начнем с того, что здесь есть свежие выжатые соки. Здесь есть вот такая вот водичка лимонная с мятой. Здесь есть фрукты. То есть, на данный момент, видите, арбузы, дыни, фруктовый салат и апельсины. Вот, можно взять сливы, можно взять целые апельсины. Вот здесь готовят, соответственно, яичницу, если у вас есть желание ее попробовать. Так, ну и едем дальше. Бекон, фасоль запеченная, овощи. Могу даже вам показать, вот так вот открыть брокколи. То есть, в принципе, все есть. Так, фритата, не знаю даже, что это такое, но что-то такое с яйцами. Едем дальше. Здесь у нас есть яйца Бенедикт, здесь у нас есть куриные сосиски, а здесь у нас есть мясные сосиски. Кстати говоря, куриные сосиски попробовала, очень вкусные. Я говорю, что все попробовать невозможно сразу. Так, и вот здесь вот какая вот идли, какая-то очень интересная такая штука, даже не знаю, что это такое. Но думаю, что точно мне не подойдет. Так, и едем дальше. Здесь есть рыбка, здесь есть разные виды колбаски, оливки, пророщенные бобы, сыр, зелень, то есть помидоры, огурцы, салатики. И если мы подойдем вот сюда, вот к этому каунтеру, то здесь у нас арабская еда. То есть это фалафель. Кстати, фалафель мужу не понравился. Здесь у нас хашбраун, который я дома делаю в супермаркете, покупаю вот такие треугольнички из картошки. Здесь у нас томаты с сыром и затар монакиш. Любимая арабская еда ливанская. И вот сейчас скажите мне, как эти завтраки могут быть однообразными, если все попробовать сразу невозможно. А вот здесь вот у нас овсяные хлопья, кукурузные хлопья, так, рисовые вот такие вот хлопья, да. Если мы подойдем сюда, здесь есть детский уголок с детской едой. Здесь у нас есть йогурты, мюсли, разные-разные семечки, абсолютные сухофрукты. Даже ничего не попробовала, потому что просто столько съесть я не могу. Есть клубничный джем, есть апельсиновый джем. Ну, в общем, я считаю, что шведский стол достаточно хороший, все здесь есть. Ну, а если мы подойдем сюда, то здесь просто раздули. Вот это вот то, что я люблю. Вот эти вот датские булочки, такие очень вкусные, с джемом, да. Здесь есть булочки с изюмом. Все виды хлеба. Вообще хлеб не попробовала. Вот здесь есть вот такие вот круассаны с шоколадом и просто обычные круассаны. Есть вот такие капкейки. А круассан с сахаром, вот здесь какой-то такой интересный сладкий, сладкая булочка он называется, да, и донатсы. Ну, то есть, в принципе, я считаю, что выбор очень даже достойный. Еще вы знаете, в отзывах об отеле Фермонт я читала о том, что он выдержан в черно-белых тонах и как бы это не очень красиво. Ну, кому-то из туристов не нравится. Понятное дело, что на вкус и цвет товарищей нет. Но, честно могу сказать, что дизайн отеля очень интересный и мне все нравится. Вот реально все нравится, несмотря на то, что, да, здесь только черные и белые тона, но это настолько как бы все красиво, настолько все эстетично, настолько все подходит друг к другу, особенно вот эти вот арабские фонарики, что мне дизайн отеля безумно нравится. Первый отель Фермонт был открыт в 1907 году в Сан-Франциско. Больше всего отелей этого бренда находится в Канаде. В 2001 году компания Фермонт Хотелс открыла первый отель в Дубае. Отель Фермонт Дубай стал первым отелем под брендом Фермонт на Ближнем Востоке. Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах пять отелей этого бренда. Фермонт Баб-Аль-Бахр, который находится в Абу-Даби, Фермонт Дубай, Фермонт Депал в Дубае, Фермонт Аджман и Фермонт Фуджейра Бич Резерт, в котором мы сейчас и отдыхаем. Отели Фермонт принадлежали крупнейшей международной компании по управлениями отелями Фермонт Рафлс Хотел Интернешнл, штаб-квартира, которая находится в Торонто, в Канаде. В декабре 2015 года крупнейший международный гостиничный оператор Аккор приобрел за 3 миллиарда долларов США эту компанию, владеющую люксовыми отелями брендов Фермонт, Рафлс и Свис Отель. Какая красота, ребят! Пошел дождь! Видите, все мокрое! Дождь идет на Фуджейре! Когда можно увидеть дождь летом в Арабских Эмиратах? Нигде ты его не увидишь, кроме Фуджейры! Море волнуется раз! Море волнуется два! Море волнуется три! Морская фигура на месте замри! Детский аквапарк разбомбила волнами! И идет дождь! А буйки все тоже вынесло к берегу! Представляете, какие сильные волны сегодня! Но все равно хорошая погода! Мне ничего не способно испортить настроение! Ну что ж, дорогие мои! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал Секреты Эмиратов! А с вами была Елена из Эмирата Фуджейра, из отеля Фермы Фуджейра! Всем пока-пока! Всем хорошего дня и чудесного настроения!